Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбила ее пашу. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат, и дала половину пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пожар. Добрый день. Сегодня 24 мая 2022 года. Одесса. Мы начали с вами сегодня выпуск со стихотворения Игоря Северянина, короля поэтов, которого частенько любил цитировать киевлянин Вертинский. Он выступал на сцене с этим стихотворением. Это было одно из многих стихотворений, с которыми он выступал. Что у нас по Одессе? Вот такие вот ленточки, как вы видите, на пляж пройти можно, но нежелательно. На свой страх и риск. Люди ходят некоторые, рыбачат, но видите, кстати, не так уж много и лежит народа на пляже. Скажем, вообще никого не лежит в данном месте. По новостям в одесских пабликах затишье. Единственная новость, которая потрясла многие одесские паблики, это новость про марки. Про марку, про российский корабль, которая снова появилась на почтампе. Там было очень много людей, опять очереди. Как-то так все спокойно, более или менее. Ну, новость такого международного уровня, да, это про то, что англичане вроде как собираются каким-то образом прийти на кораблях в Одессу и конвоировать корабли украинские с зерном. Как они это сделают, я не знаю, потому что Эрдоган закрыл пролив для всех. Ну, от этого этот сериал становится еще интереснее. Посмотрим, как это будет происходить. Вы помните, да, может видели, многие меня немножко так позабавила статья в журнале Time, где Эрдогана поставили предпоследним в списке значимых политиков. И вот Эрдоган сейчас, можно сказать, по сути решает судьбу чуть ли не всей планеты. То есть, в его руках, насколько я понимаю, открыть или не открывать пролив для английских кораблей. Посмотрим. Ну, вот такая вот история, такие новости на сегодняшний день. Всего вам хорошего. Подписывайтесь. До новых встреч.